Все это свидание. Поговорили, рассказали и больше понимали, что не встретиться и расстались. Курортный роман. Да. Но потом это оказалось не так. Это произошла действительно, ну, любовь. Он начал приезжать, ездить в Москву, и мы начали полгода еще встречаться. Ну, не полгода, там, месяца четыре. Вы жили между городами? Между городами, да. Москва-Киев. Да. Самолет стал родным домом? Да. Где-то спустя, может быть, месяцев пять я поняла, что я беременная. И что же делать, если я с этим человеком ходила в Лавру и просила у Господа Бога, чтобы он послал мне ребенка, чтобы только не быть одной. Это страшно для меня. Одиночество – это самое страшное, что может быть. Но я забыла попросить еще папу к этому ребенку. Понимаете? Просто вот Бог меня услышал и дал мне ребенка. И я, когда узнала, что я беременна, я отчасти чуть не рухнула. Это поменяло вот так в один момент в моей жизни. Все просто изменило. Это объединило очень много вокруг меня людей. Это совершенно объединило родственные связи. Я беременность построила несколько квартир, дом построила. Я начала заниматься дизайном интерьера. У меня это начало просто вот как-то… Просто раскрылись таланты. Да, я начала вот как-то… Я начала писать картины. У меня началась вообще новая волна жизни. И когда я родила… И когда мне сказали, что у меня еще будет дочка, хотя я бы хотела мальчика, я подумала, ну и хорошо, может, это к лучшему. Потому что я как… Я уже сама знала, понимала, что я ни в коем случае замуж за этого человека не выйду. Я буду жить здесь. И начались скандалы, начались упреки, что нужно переехать в Москву, надо оформить брак, надо жениться, надо сделать это. Потому что он с еврейской правильной семьи. Вот. И он ни разу не был женат. У меня за плечами, в общем-то, уже… Женский опыт. Женский опыт, да. И, в общем-то, надо как-то объяснить это родителям его. И пятое-десятое. Я говорю, зачем? Расслабься. Не надо ничего делать. Занимайся своими делами. Я рожаю и все. Точка. Все слезы осенних ливней. Все крики ветров отчаянных. Мы вместе забыть смогли бы. Но мы не смогли, случайно ли. Очень большой шок для Горбаля был, потому что он на тот момент уже решил вновь соединить семью. С вами. Да. И он уже даже придумывал, как это сделать. И уже, в общем-то, мое день рождения он планировал отметить в Лондоне. И, в общем-то, я ему оповестила о своих планах, на свою дальнейшую жизнь. Я хотела спросить, на каком месяце беременности вы сообщили господину Горбалю о том, что вы положили? Сразу только узнала. Я не могу таить долго. Я сразу оповещаю. Какова была его реакция? Ну, во-первых, я не знаю, какая была реакция, потому что я ему побоялась лично сказать. Я тебе сказала по телефону. Ну, вот. Поэтому, в общем, он только единственное, что сказал мне, что я ценю и уважаю твое решение. А на берегу печали, чайки о любви кричали. За эти четыре года были вспышки ваше сердечное? Была вспышка очень сильная. Я вообще любвеобильный человек. Вы влюбчивая? Да. Но я влюбчивая только в том случае, когда я чувствую, что есть отдача. Любовь – это такое чувство, которое вначале приходит влюбленность. Очарование, влюбленность, увлечение. Потом эту влюбленность нужно чем-то подпитывать, подкармливать. Каким-то своими вниманием, обходительностью, заботливостью. Это нужно бережно относиться к этому. И когда наступает это чувство влюбленности, многие расслабляются, думают, а, уже всё, влюбился. Или я влюбилась, всё. Зачем? Что-то делать или буду строить его? Ломать, строить по-своему, перестраивать. Тут ошибочное мнение. Тут надо наоборот, чем больше, тем всё время больше и больше строить. То есть это надо постоянно работать над этим. И так произошло, что я встретила человека, действительно, тоже как бы, всё любовь, всё отлично, всё замечательно. И этот человек решил, что всё, он добился меня. Дело сделано. Да, и надо ломать. По-новому всё нужно строить. Значит, с тем общайся, с этим не общайся. Сюда иди, сюда не иди. Туда звони, это смотри, это не смотри. Вот так ты делаешь, это ты не делаешь. И началось давление. Ну, а я же сразу. Давление моментально, у меня начинает очень сильно депрессировать, я начинаю депрессию вгонять в себя. Вот, и потом у меня уже выработался на это иммунитет. Я просто как бы через полтора года отношений поняла, что, в общем, надо это прекратить. Ну вот, всё, прекратили. Я гуляла возле пристани, познакомилась с артистами, молодого и хорошего, звали ласково Алёшею. Звезда! Вот такая вот звезда. Звезда! Самая большая любовь за эти годы у вас была к кому? К моей дочери. Самая большая любовь. Это нельзя сравнить вообще ни с какой любовью. Это совершенно другое, совершенно... Это ты понимаешь, что этот человек тебе никогда не предаст, этот человек тебя ждёт, он любит тебя такой, какой ты, какая ты есть. Это совершенно не надо притворяться, не надо себя как-то начинать там. Вы можете быть с ней самой собой. Да, но я вообще сама по себе такая, какая я есть, я всегда такая. Со всеми? Да. И я всё-таки верю в то, что кем бы он ни был, и кто бы это ни был, этот мужчина единственным. Я знаю одно, что если этот мужчина умеет делать счастливой женщину, то прежде всего, что он будет всегда счастливым. Потому что его женщина сделает счастливой. Конечно, потому что он умеет делать, он знает, как делать женщину счастливой. Вот, и поэтому я думаю, что... Я верю в сказку. Усталости не ощущаете сейчас? Усталости ощущаю ещё какой. Я, ну, как бы, занялась каким-то другим направлением для себя, можно сказать, новым. Вот. И становление бизнеса, которым я сейчас развиваю, практически полгода уже. Что это за бизнес? Это промышленный бизнес, это лёгкая промышленность, запуск новой линии одежды, одежды моей легалины. То есть, как бы, я пытаюсь всё время в этом сейчас участвовать и живу этим проектом с утра до вечера. Я очень много отдаю времени, нервов и сил вот этим, вот этого проекта. Потому что это составляющие несколько бизнесов. Это производство, это продажа, это, в общем-то, как бы пиар и раскрутка, в общем-то. Вы дебютируете как дизайнер на украинском рынке. Вы знаете, дизайнер, я бы тут не сказала, что я вот дизайнер. А как вы будете себя позиционировать? Я основатель дома модного, дома легали. Я хочу рассматривать все интересных дизайнеров, в общем-то, как бы, которые приходят извне, вот, которых я приглашаю на свою работу. И, в общем-то, выпускать хорошую одежду, хорошего качества и, самое главное, по хорошей цене. Если это не бизнес, то я это закрою. Десять шагов, чтобы дойти, не до тебя в осеннем угле. Десять шагов, чтобы найти, все, что искала я на земле. Ваше сердце всегда полно любви. И сейчас. Вот, это хороший вопрос. Сейчас я люблю работу, той, которой я занимаюсь. Я сейчас любовь немножко отодвинула на вообще тот план, потому что я такой человек, когда я чем-то увлекаюсь, я уже вся в там, вот в этом. Если я, боюсь, если я сейчас влюблюсь, я... Растите свое внимание. Да, Россия внимания, и мои сотрудники скажут, ну, будут увольняться, в общем-то. Потому что меня не будет на работе. То есть, это немножко такое, то есть, мне надо сейчас все настроить. У вас не бывает серединки. Да. У вас бывают крайности. Вот, вот. Вот это проблема. Вот это есть проблема. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни всегда была золотая серединка. Но все-таки невозможно жить без крайности, без страсти, без волны, без любви в вашем сердце. Ваше сердце огромное, я уверена. И в нем столько любви, еще столько будет впереди любви. Я хочу сделать вам подарок от нашего спонсора, сети мультибрендовых бутиков органической косметики и продуктов питания. Спасибо большое, огромное. Я хочу поблагодарить вас за интервью. Спасибо вам огромное, Галина. Невероят. Любви, счастья и гармонии внутри, в вашем сердце большое. Спасибо большое. Кто-то налетит до заката, кто-то разобьется остальник, кто-то без вины вина воды завтра соберет наши камни.